В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Журналисты телекомпании «Город» уже готовы рассказать вам о главных событиях этого понедельника. Вот некоторые темы выпуска. Кто поборется за пост губернатора? Все участники определены. Горячие выходные. Сотрудники Росгвардии обезвредили мину и спасли жизнь человеку. День мотоциклиста. Кто и как ездит на мотоциклах? В Рязань водным путем. На Оке открылась пристань. 10 сентября состоятся выборы губернатора Рязанской области. Сейчас внутри партии идет активная работа по определению кандидатов. Напомним, что на прошлой неделе первым со своим кандидатом определилось региональное отделение партии «Единая Россия». 14 июня на конференции путем предварительного партийного голосования большинством голосов был выбран Николай Любимов. На следующий день участники конференции Рязанского регионального отделения «Справедливой России» для участия выбора губернатора Рязанской области выдвинули председателя организации депутата областной думы Сергея Пупкова. Решение об участии партии «Роста» в предстоящей избирательной кампании было принято на съезде партии, который прошел в субботу 17 июня в Москве. Там же был определен кандидат от партии. Им стала Александра Перехватова. В минувшие выходные со своим кандидатом определилось и Рязанское отделение КПРФ. Подробности в материале Галины Ершовой. 17 июня в гостинице «Лович» состоялась 41-я конференция Рязанского областного отделения Коммунистической партии России. В ней приняли участие 54 делегата из различных районов Рязанской области. На конференции обсудили ряд важных вопросов. Среди них задачи обкомов и райкомов на будущий год, а также одобрили программу КПРФ, с которой партия пойдет на выборы. В ней учтены актуальные для региона вопросы развития образования, дорожной сферы и ЖКХ, а также социально-политического устройства. В каждом районе в городе своя специфика. Вот, например, в Чучковском районе есть угроза возможного закрытия районной больницы, фактически единственного медицинского пункта в районе. А в Рязанском районе это отсутствие обещанного строительства медпунктов Турлатова. Но я думаю, что каждый секретарь сможет вспомнить одну-две такие проблемы. Главной же темой стало выдвижение кандидатуры на пост губернатора Рязанской области. Было предложено три кандидата. Обком партии выдвинул депутата городской думы Евелину Волкову, опытного и инициативного человека, знакомого с политической борьбой. Также были выдвинуты член партии Андрей Любимов и лидер рязанских коммунистов Владимир Федоткин. Однако последний взял самоотвод в пользу Евелины Николаевны. У нас есть реальная программа возрождения рязанщины. Мы считаем, что когда люди узнают, что за день у человека стоит большая команда и просто партия, а команда из-за 5, либо профессионалов, многое, как и самая личная, будет приниматься более серьезно и больше, больше будет шансов на успехах. Таким образом, в бланк для тайного голосования были внесены две фамилии. Сторонники и противники нашлись у каждого кандидата, поэтому прийти к общему решению участникам конференции не удалось. В голосовании принимали участие 54 делегата. 27 из них поддержали Евелину Волкову и 27 Андрея Любимова. Последовала повторная процедура выдвижения и переголосования. В нем приняли участие уже 53 делегата. Однако один бюллетень оказался испорчен. При подчете голосов установлены следующие результаты голосования. Волкова и Юлия Николаевна, 25 за, Любимов Андрей Викславович, 27 за. Постановили в результате закрытого тайного голосования кандидатом на должность губернатора Рязанской области от Рязанского областного отделения политической партии и коммунистической партии Российской Федерации избран Любимов Андрей Викславович. Напомним, что выборы на должность губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. 18 июня в Рязани состоялась внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР. Участие в ней приняли 46 делегатов, представляющих 19 местных отделений Либеральной демократической партии России. Главным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата на пост губернатора Рязанской области. Кандидатом от партии ЛДПР стал депутат Госдумы Александр Шерин, в прошлом много лет возглавлявший региональное отделение партии. Делегаты поддержали это решение. Участие в голосовании приняли 45 человек. Из них 44 проголосовали за Шерина, один против. Делегатом конференции Александр Шерин представил программу, с которой пойдет на выборы. Программа под названием «Вперед Рязань». Она включает в себя 12 позиций, в том числе административную и территориальную реформы, планы привлечения инвестиций, развитие туристического кластера. В частности, депутат планирует формирование коалиционного правительства, кадровую чистку чиновничьего аппарата, возврат прямых выборов глав муниципалитетов и объединение районных и городских администраций. Все кадровые назначения на ключевые должности в правительстве Лизанской области и в мэриях городов будут производиться только путем проведения максимально открытых публичных конкурсов с онлайн-трансляцией в интернете, осуществления жесткого партийного и общественного контроля за данными конкурсами. Согласно программе, решение актуальных для региона вопросов социально-экономического плана будет дорабатываться с учетом мнения жителей. Вопрос номер один – это доступность медицины бесплатной и высокотехнологичной на территории всей Рязанской области. И мы считаем, что необходимо привлекать иногородних, в том числе пациентов, для того, чтобы они приезжали в Рязанскую область получать высокотехнологичную медицинскую помощь, платили за это деньги в Рязанский областной бюджет, а за счет этих средств мы можем в том числе обеспечивать бесплатной медициной наших жителей. Александр Шерин заседает в Госдуме с 2014 года. В 2012 году он участвовал в выборах губернатора Рязанской области, набрав 9% голосов и заняв третье место. Рязань с рабочим визитом посетил кандидат в президенты от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Здесь он дал старт общероссийской кампании «Время вернуться домой». В рамках данной кампании в 50 городах России начинается сбор подписей за то, чтобы деньги из федерального бюджета шли на развитие и обустройство собственной территории, а не на решение внешнеполитических вопросов, в частности, на войну в Сирии. Григорий Явлинский в ходе общения с жителями Рязани отметил, что за полтора года сирийской кампании из бюджета страны было потрачено около 100 миллиардов рублей. По словам кандидатов в президенты, это равносильно 12-ти годовым бюджетам Рязанской области. Капитальный ремонт всех жилых домов в Рязани стоит 44 миллиарда рублей. Ремонт всех дорог чуть более пяти. На эти деньги можно повысить на 30% зарплаты учителям, врачам и медсестрам в Рязанской области, подчеркнул Григорий Явлинский. По его словам, высвобожденные средства от прекращения поддержания военных действий в Сирии необходимо постепенно распределять по стране. Более подробно обо всех аспектах предложенной программы, а также о пресс-конференции, которая состоялась в Рязани, мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «День города». А теперь к другим темам. В минувшее воскресенье саперы инженерно-технического подразделения ОМОН Рязанской Росгвардии обезвредили неразорвавшийся снаряд, пролежавший в земле более 70 лет. В дежурность смены взрывно-техников и Туламут поступило сообщение о обнаружении в селе Старолетово Рыбновского района боеприпаса. Прибыв на место, установлено, что при проведении земляных работ местный житель обнаружил 85-мм артиллерийский снаряд. Маркировку снаряда установить не удалось, так как корпус подвергся сильной коррозии. Тем не менее, обнаруженный боеприпас был боевым и представлял угрозу взрыва. Инженеры-саперы ОМОН вывезли снаряд в карьеру около деревни Марково Рыбновского района и уничтожили накладным зарядом. У сотрудников Росгвардии минувшие выходные выдались горячими. В то время, пока ОМОН занимался обезвреживанием снаряда времен Великой Отечественной войны, наряд Росгвардии спасал жизнь человеку, решившему покончить с собой. Для сотрудников Росгвардии 18 июня стало днем, который они не скоро забудут. На улице Страйкова развернулась целая история, по накалу страстей не уступающая телевизионным сериалам. А все началось с необычного вызова диспетчера. Ходился на маршруте патрулирования, получил указание от дежурного воздельного НПГП. Проект по указанному адресу, где якобы на крыше находится гражданин. Стоило наряду Росгвардии прибыть на место, как они увидели 35-летнего мужчину, который стоял на крыше дома номер 69. Судя по его словам, тот пытался покончить жизнь самоубийством. Сотрудники полиции решили действовать немедленно. Пока часть прибывшего наряда пыталась всеми силами отговорить мужчину от безрассудного поступка, двое других стали обходить дом. И в первом же подъезде, в который они постучались, их впустили внутрь. Но их ожидало новое испытание. Люк, ведущий на чердак, закрыт на навесной замок. Его получилось немного приоткрыть. А после удалось докричаться до мужчины на крыше. И хоть самоубийца хотел поговорить с прибывшими сотрудниками Росгвардии, все входы и выходы на крышу он забаррикадировал. После небольших уговоров, люк мужчина все-таки открыл. Когда мы проследовали первый подъезд, поднялись на этаж. Услышали, как он отодвигает какие-то тяжелые вещи, которые он оставил на чердак. И сказал нам, входите. Мы вдвоем вошли туда на чердак. Он решил нам что-то показать, развернулся и пошел. В этот момент мы произвели задержание. Всего в ходе операции было задействовано два наряда Росгвардии. Именно благодаря их слаженной работе мужчину удалось спасти. В тот день его передали работникам скорой помощи. Как заявляет Ярослав Козлов, подобные случаи уже имели место быть. На моей практике это не первый случай. Поэтому, в принципе, мы уже знали, как действовать изначально. Правда, не всем удается помочь. Так что будьте внимательны к своим близким. Известия сообщили, что дороги России стали безопаснее. Свидетельством этого является снижение количества ДТП со смертельным исходом на 10% и аварии с пострадавшими на 5%. Об этом рассказали в МВД Российской Федерации. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в Рязани и области на этих выходных, в эту обнадеживающую статистику не войдут. В воскресном утром 18 июня напротив дома номер 13 по Солочинскому шоссе произошла авария с участием мототранспорта. 24-летний житель Рязанской области, ехавший на мотоцикле Кавасаки в сторону улицы Грибоедова, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение. С места аварии водителя его 25-летнего пассажира доставили в больницу, где мотоциклист впоследствии скончался. Как было установлено сотрудниками ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а участники ДТП были без мотошлемов, чем и обусловлена в первую очередь тяжесть полученных травм. В тот же день трагическое ДТП произошло и в Шиловском районе. По данным госавтоинспекции, 55-летний житель Санкт-Петербурга, ехавший за рулем автомобиля Chevrolet в сторону Рязани, потерял управление и оказался на встречной полосе, где врезался в грузовик Volvo под управлением 32-летнего водителя. Инспекторы ГИБДД установили, что автомобиль Chevrolet был на зимней резине. Это нарушение технического состояния автомобиля могло способствовать потере контроля за движением. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка. В результате аварии на месте погибли водитель Chevrolet, женщина и двое детей в возрасте 11 и 16 лет. 19 июня – Всемирный день мотоциклиста. Впервые его отметили 25 лет назад. Сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался – Ride to Work Day, что переводится с английского языка как «на работу на мотоцикле». И лишь позже праздник превратился в День мотоциклиста, который отмечают в 3 понедельник июня. О том, кто и как катается на мотоциклах в Рязани, расскажет Галина Ершова. Снижает число пробок, не требует много места и потребляет мало топлива. Это чудо-машина называется мотоцикл. 19 июня водители двухколесных коней отмечают свой профессиональный праздник. Александр Чебурных катается на мотоцикле всего 4 года, но уже не представляет свою жизнь без железного друга. Во-первых, ты как-то на открытом воздухе, ты, так сказать, вот ощущаешь улицу. Вечером после работы приходишь, голова раскалывается от различных проблем, вопросов. То есть достаточно час покататься, все абсолютно свежие мозги становятся. То есть прям как такая терапия, вот лично для меня. Для него мотоцикл – это хобби, а не основное средство передвижения. Дело в том, что, несмотря на маневренность, избежать аварии бывает крайне сложно. Нет ни одного мотоциклиста, который хотя бы раз не попадал в ДТП. К тому же передвигаться приходится в плотном потоке машин, что требует повышенного внимания от водителя. Я пробовал летом передвигаться там на мотоцикле в перворабочее время. Это абсолютно, конечно, было некомфортно, потому что в экипировке весь мокрый, грязный. То есть одно дело вечером покататься где-то, да, а другое дело вот в городском трафике – это проблематично достаточно. Идеальная погода для мотоциклиста – это ласковое, нежаркое солнце и сухой, теплый асфальт. К сожалению, бывает это нечасто. Есть сложности и с обычной парковкой. Если мотоцикл выглядит презентабельно и не сильно разбит, то оставлять его около дома категорически нельзя. Многие домой его завозят, в грузовых люфтах, я знаю. Потому что если его оставить на улице, раз, два, на третий его не будет. Это прям… То есть его положат в газель, разберут на запчасти, по интернету продадут и все. И больше не увидишь никогда и не найдешь свой мотоцикл. Некоторые люди объединяются и арендуют одно машинное место на два-три мотоцикла. Недорого и эффективно. Не обойтись и без защиты. У каждого, кто выходит на дорогу, обязательно должен быть шлем, мотоботинки, специальные штаны и куртка. Однако, несмотря на риск, Александр Чапурных не считает свое увлечение экстримом. И нет, абсолютно оно не экстремальное. Здесь как бы каждый его по-своему видит. Можно там, не знаю, марки экстремально собирать, там какие-то ворованные покупать, например. Поэтому здесь каждый по-своему к этому относится. Безопасность на дороге – задача каждого. Если соблюдать все правила дорожного движения, то поездки будут по-настоящему приятными и полезными. Ведь для многих мотоцикл – это образ мыслей и возможность вырваться из ежедневной суеты. Остаться наедине с самим собой и собственными мыслями. Туристический сезон набирает обороты, несмотря на дождливую и прохладную погоду. Теперь в наш город можно попасть не только сухопутным, но и водным путем. В начале июня в Рязани на Оке появилась пристань. С особенностями ее работы разбирался Валерий Седов. Причал для пристани появился еще 2 июня. А в воскресенье, 4 числа, здесь встретили первое судно, которое следовало из Москвы в Нижний Новгород. Уже через 2 дня к ней причалил еще один теплоход под названием «Василий Чапаев», который также следовал из Москвы. Это пристань подготовлена для приема крупных судов туристических, которые ходят по линии Нижний Новгород, Москва и обратно. А так это хороший пристань. Отремонтировано, как следует все отделано, все тут есть. Когда-то на реке Оке было много пристаней. Теперь же их можно пересчитать по пальцам. Муром, Константинова, Коломна, Нижний Новгород – вот почти полный их список. Поэтому появление таковой в Рязани можно считать грандиозным событием. Пристань своими силами отремонтировал канал имени Москвы. Однако благоустройство территории около самого причала еще не окончено. Сейчас на ней установили урны и вырубили кусты. В скором времени здесь будут установлены информационные стенды о Рязани и расписание транспорта. Все это просто необходимо для туристов, которые будут прибывать на эту пристань. Много, ну практически каждый день. Вот два дня назад, по-моему, два сразу приходило судно. Вчера приходил тоже теплоход. Также придет еще теплоход 22 июня. Так что в скором времени вопросами благоустройства пристани займутся вплотную. А в ближайшее время здесь должна будет появиться табличка с надписью «Рязань». Ежегодно в третье воскресенье июня в России по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. В преддверии выходных поздравляли, чествовали, вручали заслуженные награды работникам практического здравоохранения, а также педагогам, без которых невозможна подготовка квалифицированных кадров. 16 июня в преддверии Дня медицинского работника в РязГМУ прошел праздничный концерт. В Центре культуры и досуга Рязанского медицинского университета собрались представители руководства вуза, преподаватели, студенты и сотрудники, чтобы принять поздравления и самим поздравить медицинских работников. Торжественный концерт открыл главный федеральный инспектор Рязанской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Яковлев. Как бы ни было тяжело вам и физически, и психологически, вы всегда приходите на помощь людям, спасая жизни, людей, начиная с нашего рождения и до самой старости. Хочу пожелать вам в первую очередь самим крепкого здоровья, большого человеческого счастья, добра, благополучия. А студентам хочу пожелать все самое лучшее, перенять у тех людей, которые вас обучают, которые вас учат, не только медицинскому делу, но и жизненному. Сергей Яковлев вручил сотрудникам вуза благодарности министра здравоохранения Российской Федерации, после чего зрители ждали творческие номера, подготовленные студентами Рязанского медицинского университета. С профессиональным праздником преподавателей и сотрудников РязГМО поздравили представители региональной власти и руководители профильных ведомств. В том числе на концерте присутствовала и заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Мне очень всегда радостно и приятно, когда меня приглашают к вам, правда, потому что у вас необыкновенная аура, у вас необыкновенное понимание, ощущение жизни, любви и профессии, любви к своему, не только делу, но и любви к своему учреждению, которое всегда идет вперед, которое соответствует современным требованиям. Все гости концерта в своих речах отмечали вклад в УЗА. Его преподаватели и студенты в развитии не только региональной системы здравоохранения, но и в целом всей нашей страны. Говорили о качестве подготовки специалистов, в том числе о том, что выпускники РязГМО успешно трудятся по всему миру, стоят у истоков развития современной медицинской науки. Каждый из почетных гостей вручил награды, отличительные знаки и ценные подарки лучшим сотрудникам. Благодарность министра здравоохранения Рязанской области была лично вручена Андреем Прилуцким, ректору РязГМОУ. Роман Калинин отметил, что этот праздник посвящен не только врачам, медицинским сестрам, педагогам, но и тем, кто только готовится стать профессионалом в области медицины. И в этот день он пожелал им в первую очередь любить профессию и людей. Мы много говорим, что врач должен себя беречь. На самом деле, наверное, это одна из тех профессий, в которой себя не берегут. В которой действительно человек должен гореть, человек должен уметь отдать себя самого всегда в любой час дня и ночи пациенту. И отработать так по максимуму, как бы он себя сам плохо не чувствовал. Также Роман Калинин отметил, что РязГМОУ и дальше будет развиваться, выпуская из своих стен только настоящих профессионалов, носящих реальный вклад в развитие медицины. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Но мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Программа «Техно-Монолит». 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 Продолжение следует...